Сейчас мы решим задачу на кинематику, задачу погоня. По условию задачи кошка гонится за мышкой. Скорость мыши 1 метр в секунду, скорость кошки 3 метра в секунду. И между ними с самого начала расстояние 6 метров. Расстояние от мышки до норки 2 метра, то есть в нее она может убежать и спрятаться. И нам нужно выяснить, догонит ли кошка мышку. По сути, задача сводится к тому, что нужно вычислить, через сколько времени кошка бы догнала мышку, если бы норки не было, и через сколько мышка прибежит в норку. Получается, скорость у них направлена в одну и ту же сторону. Возьмем за начало координат положения кошки. Расстояние 6 метров между ними, расстояние до норки 2 метра. Нам нужно записать уравнение движения для мышки и для кошки. Уравнение для кошки это х нулевое у нас равно нулю. И получается, что остается только скорость, умноженная на время. Скорость кошки 3 умноженная на время. Аналогично делаем для мыши. У нее начальная координата равна 6. Получается 6 плюс 1 умноженное на t. И для того, чтобы найти место и время их встречи, время нам в данном случае нужно, нам нужно приравнять. 3t равно 6 плюс t. И получается, переносим t в левую часть. 2t равно 6, t равно 3 секундам. Получается, что через 3 секунды кошка догнала бы мышку в любом случае, если бы не было норки. Теперь нам нужно вычислить, через сколько времени мышка добежит в норку. Для этого нам нужно уравнение мышки, которое мы уже составили. Уравнение ее движения. И подставить в качестве конечной координаты координату норки. Получается, что координаты норки, да, это 8, потому что мы складываем расстояние от кошки до мышки и от мышки до норки. Это получается 8 метров. Подставляем 8 метров. 8 равно 6 плюс t. И далее выражаем оттуда t. t равно 2 секундам. Получается, что мышке нужно меньше времени для того, чтобы добраться до норки, чем кошке для того, чтобы ее догнать. И это значит, что мышка спрячется от кошки в норку, и кошка не догонит мышку. Это ответ задачи. Кошка не догонит мышку. Кошка не догонит мышку.